Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Вы знаете, у нас, хотя у кого у нас-то, блять, у кого у нас-то, сука, ну вот непонятно, ну вот просто, сука, ты вот так вот смотришь И у кого у нас-то, ни у кого не у нас, у меня на канале выходил ролик под названием Самый переоценённый сервер GTA Samp, где, если мало ли, кто-то не смотрел или кто-то, возможно, смотрел, был проект Arizona Roleplay Я дискутировал на тему того, а возможно ли это, ну типа, это вполне возможно или это невозможно, чтобы, ну, всё было именно так Хм, вот ты просто вот так вот смотришь и ты просто так думаешь, типа, а действительно ли это переоценённый проект или нет Но сегодня я с полной уверенностью могу заявить, что проект, который мы обсудим сегодня, он будет точно недооценённый Вот ты прям вот так вот смотришь на всё это и ты понимаешь, что это, ну, недооценённый проект Потому что лично я его ждал, я его ждал, я надеялся, я думал, типа, действительно ли это будет классный проект, действительно ли будет много онлайна Поживём, мол, увидим, вот скоро ли он будет уже, скоро ли всё это начнётся И вот ты просто вот так вот всё это ждал и потом понял, что жизнь в деревне как-то не задалась Давайте вообще начнём немного сначала, но перед тем, как мы начнём, Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor По которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня Всё это находится в описании под данным видеороликом Заходите туда и ознакомливайтесь со всей информацией, которая вас будет интересовать А также получаете целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня Ну, в общем-то, да, как-то так всё это происходит Однако, ладно, однако, ребят, ладно, давайте пока что не особо об этом Так вот, жизнь в деревне, вообще в чём была основная идея? Все, наверное, знают карту San Andreas, все, наверное, знают, что на этой карте достаточно много всяких разнообразных лесистых, если их так можно назвать, местностей, всяких таких, знаете ли, местностей, где есть так называемые деревни И вот задумка вот этого вот Arizona Games жизни в деревне, рулеплейного проекта была в том, что люди просто будут жить в деревне И лично для меня данный проект был не особо ожидаемым Ну, вернее, я его ждал, но я не думал, что такой проект Arizona Roleplay сделает Я уже выдвигал гипотезу о том, что, мол, валику надоело, что вот постоянно говорят, мол, Arizona RPG, Arizona RPG Он решил, наконец-то, сделать такой, знаете ли, медиум рулеплей проект Насколько я знаю, при входе на данный проект ты просто такой, типа, заходил и такой думал Ага, угу, ага, ну, в общем-то, да, там такой тест был рулеплейный Такой, типа, AMG, там, TK, там, что делать в той ситуации, что делать в той ситуации А просто, ну, вот так вот и сидел и такой думал, ага, угу, понятно, понятно В общем-то, заходя на данный проект, ты оказывался в деревне, где у тебя есть, там, несколько разнообразных столбцов Там, мол, сытости, голода, жажды и вот всего-всего прочего И, ну, не особо-то все это было понятно, на первый взгляд Потому что там дохренища вот этих, знаете ли, всяких иконок, как любят Arizona Ничего абсолютно точно не понятно И я, когда вот смотрел на презентацию всего этого проекта Я, когда смотрел какие-то первые обзоры, первые комментарии от, там, Стаса СК Мейсона От остальных каких-то людей, да, которые с этим связаны Вроде бы у САМП Китчена что-то выходило тоже Это Паша Коннор, насколько я знаю В общем-то, когда там все вот это вот было Я просто такой смотрел, думал, ебать, вот это вот будет проект на стере Вот это вот, блять, затмит вот этот ебаный гамбит рулеплей Который уже просто всех заебал Который, по сути, является, блять, монополистом в сфере вот этих вот самых фулл рулеплей проектов Вот это да, наконец-то Arizona рулеплей станет монополистом еще и в фулл РП среде То есть мало того, что в лайт РП среде Arizona и так уже является таким, знаете ли, мастодонтом Тогда было, по-моему, то ли 9, то ли 10 игровых серверов Уже сейчас там у Arizona 11 игровых серверов И это как бы больше, чем у других остальных серверов, да, в общем-то И типа я думал, ебать, вот наконец-то фулл РП проект будет по итогу А что мы можем видеть сейчас? Проект открылся где-то летом вот этого вот года, 2019-го Почему вот этого, не знаю В общем-то, и онлайн, ну, редко достигает цифры 200 человек на двух серверах Изначально их вообще было 3 Зачем-то, я не знаю, их открыли 3 И там всего было по 300 слотов на вот всех этих серверах И потом закрыли, значит, третий сервер И остался только вот, ну, вот как-то так все вот это вот осталось И сейчас, то есть, ну, непонятно вообще То есть, я даже вот сейчас смотрю, пик, допустим, на первом сервере 186 А пик на 0,2 сервере 101 за сегодня За число, знаете ли, какое То есть, больше 23-го, меньше 26-го В общем-то, гадайте как-то все это сами Я вот лично не знаю И вот ты на все это смотришь и думаешь Вот это вот действительно недооцененный проект Возможно, из-за того, какая была выбрана вообще, я не знаю Позиционирование, да, данного проекта Мол, это медиум ролеплей проект Возможно, что игроки Аризоны, они были ко всему этому готовы И был какой-то вот пласт людей Которые готовы играть на вот этом, знаете ли, медиум ролеплее Но такого большого пласта, чтобы прям забить 3 игровых проекта Такого не было И, в общем-то, как-то вот так мы все это получаем Поэтому вот вам ответ на вопрос Мол, за самый переоцененный проект, плюс-минус И за самый недооцененный, это уж прям точно Я вам могу сказать, что Жизнь в деревне официально самый Недооцененный проект на 2020 год В общем-то, я не снимаю пока что на Жизнь в деревне Возможно, в будущем как-то буду, возможно, не буду И, в общем-то, все остальное Да, Аризона, Ролеплей Феникс, Айпи, а также мой никнейм Находится в описании данного видеоролика Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok